Здравствуй, дорогой друг! На связи Павел Багрянцев, автор канала Современного Мужчины. И в этом видео я хочу с тобой поговорить о том, как попасть в окружение сильных людей, сильных и успешных мужчин. Это не так просто, как кажется, потому что сейчас везде такие лозунги, да, давай, изменись, или приходи к нам на тренинг, или прочитай эту книгу, и ты станешь супер, чувак, мужская сила, и у тебя появятся стальные яйца. Но почему-то, читая сотни книг, проходя тренинги и так далее, в жизни так ничего и не меняется. Наверное, может, не работают эти лозунги, или не работает правило, которое может изменить тебя за один день. Может быть, нужно просто обратить внимание немножечко на другие факторы. Вот давайте разберем в этом видео некоторые из них. Ну, во-первых, обратите, пожалуйста, внимание на то, чем вы занимаетесь конкретно по жизни. Кто тебя окружает? Если ты спортсмен, то, скорее всего, тебя окружают, большинство людей, это спортсмены. Если ты любишь путешествия, то, скорее всего, вокруг тебя очень много путешественников. Ну, а если ты вечером ходишь по улице, пьешь пиво с друзьями, то я уверен, что в твоем окружении тоже много таких людей. Так как попасть в окружение успешных людей? Я думаю, этот ответ уже частично нашелся у тебя в голове. В чем он заключается? Если ты сменишь род своей деятельности или сменишь какие-то интересы по жизни или сменишь свои убеждения, то автоматически тебя начнут окружать другие люди. Это очень легко проверить. Ну, вот, допустим, если завтра ты решил заняться йогой, ты пойдешь к какой-нибудь тренеру или в йога-центр, ну, еще куда-нибудь, или поедешь в Индию вообще медитировать и на восходе солнца заниматься йогой. Что получится? Это значит, что через 2-3 месяца в твоем окружении у тебя появится еще много друзей и знакомых йогов. У тебя появятся новые интересы, ты начнешь узнавать о новых местах. Причем это все будет происходить подсознательно, автоматически. Если завтра ты пойдешь в тренажерный зал, начнешь качать себе мышцы и так далее, что будет? Через 2-3 месяца у тебя появится очень много друзей, которые занимаются спортом, которые качаются, которые обсуждают, читают журналы, возможно, посещают соревнования или участвуют в них. В общем, образ твоей жизни, он полностью станет другим, он станет более спортивным. Так вот, первое, что нужно сделать, конечно, это изменить свои убеждения, потому что только меняя свои убеждения, человек вообще начинает заниматься чем-то другим. Пускай у вас появится интерес, допустим, личностного роста, но что такое личностный рост? Это понятие ни о чем. Возьмите какие-то критерии. Научиться ораторскому мастерству, это личностный рост. Научиться вышивать крестиком, это личностный рост. Вчера вы бегали 2 километра, а завтра вы уже можете пробежать 10, это тоже личностный рост. Изучение финансов, личной эффективности, эзотерики, это все личностный рост. Все, что двигает вас с места. Поэтому, пожалуйста, конкретизируйте именно те процессы, которыми вы хотите начать заниматься. Не просто я хочу быть успешным. Успешным в какой области? Чего вы хотите достичь? В спорте, в деньгах, в семье, в отношениях. Вы хотите встречаться с красивой девушкой. Если вы себя где-то преодолели и действительно начали знакомиться без труда с красивыми девушками, которые вам нравятся, это тоже личностный рост. Именно поэтому я сначала предлагаю вам сменить ваши убеждения, которые вам позволят открыть для себя какую-то новую область. А второе, определить именно, в какой области вы хотите направляться. Ну, возьмем пример финансы. Вы решили изучить финансы, как это работает, как приумножать капитал, как его зарабатывать, как эффективными способами вообще формировать какую-то сумму денег, которую в будущем можно инвестировать. Вы начнете читать об этом книге. Возможно, вы пойдете на какой-нибудь платный или бесплатный тренинг. Но как только вы начнете этим интересоваться, это значит, что через месяц, два или три у вас уже появятся в окружении люди, которые появились в вашей жизни совсем недавно. Вы где-то там познакомились с ними. Но заметьте, таких людей будет больше и больше. И чем успешнее в этой области будете вы, тем будет расти качество вашего общения. Поэтому второе, что нужно сделать после смены убеждений, это сменить обстановку вокруг себя. Элементарный пример, о котором мы уже говорили. Вы захотели заниматься спортом, вы пошли в секцию и вы изменили уже обстановку вокруг себя. Вы три или четыре раза в неделю ходите на тренировку, у вас уже другое окружение. Поэтому второе, нужно сменить обстановку вокруг себя. Третье, на что стоит обратить внимание, чтобы попасть в окружение действительно успешных людей, которые будут заставлять вас двигаться и которые повлияют непременно на ваши результаты, на ваш успех, это посмотреть, с кем вы общаетесь сейчас. Я назову это так. Есть люди с положительным зарядом, есть люди с отрицательным зарядом. Это я придумал только что, непринципиально. Кто такие люди с отрицательным зарядом? Это любое времяпрепровождение с этими людьми несет какой-либо отрицательный эффект. Это может быть бесконечный алкоголь или гулянки. Это может быть какой-то еще более нездоровый образ жизни. Это может быть какое-нибудь сплошное бескультурие или хамство. Это может быть обсуждение каких-то негативных вещей и недовольство жизнью. Возможно, эти люди часто недовольны своими близкими и всегда винят во всем правительство. Ясно одно, что после общения с такими людьми остается какой-то осадок. Причем осадок не на этих людей, то что они какие-то не такие. Нет, они ваши друзья, у вас к ним даже очень хорошее отношение. У вас остается осадок, что ваша картина жизни тоже какая-то не очень радостная, потому что они вас этой идеей заразили. Даже если вы это не хотели, это происходит непроизвольно. Просто если вы находитесь вокруг негатива, то непроизвольно через день, два, три вы почему-то тоже начинаете мыслить негативно. Но если я вам скажу это прямо в глаза, скажу, Василий, ты вчера был таким, а сегодня ты стал таким, что с тобой произошло? У тебя, возможно, даже появится негатив, и ты в это не поверишь. Ты скажешь, ты что-то придумываешь, все со мной нормально, я не изменился. Конечно, каждый человек считает, что он не изменился, это равносильно, как алкоголик думает, что все в порядке вещей, все отлично. Но давайте не будем нас сравнивать с алкоголиками и так далее, мы все-таки говорим об успехе. И о том, как же стать той личностью, которая может легко войти в любое окружение, в которое она хочет. Так вот, о чем я говорил, что проследите над тем, чтобы в вашем окружении были только люди с позитивным зарядом. Люди с позитивным зарядом это люди, после общения с которыми какая-то улыбка на лице. Ты понимаешь, как все круто, ты понимаешь, что столько возможностей, в окружении них у вас отличное настроение, у вас появляется много идей, вы хотите творить, вы хотите находиться рядом с этими людьми, вам хочется все больше и больше от них питаться какой-то энергетикой, и вы не можете объяснить, что это такое. Это значит, что люди с положительным зарядом, это люди, которые дают вам какую-то созидательную энергию, которая заставляет вас по жизни двигаться. Я знаю таких людей, я к ним в свое время тоже очень сильно тянулся, сейчас я вокруг себя стараюсь строить окружение только из таких людей, и никак иначе. Потому что, как у многих из вас, когда-то в моем окружении тоже были люди с отрицательным зарядом. И каждое общение с ними, оно заканчивалось каким-то осадком на душе, каким-то обмусоливанием чьей-то жизни, чьих-то отношений, каких-то сплетен и так далее. Вроде бы есть над чем посмеяться иногда, но на самом деле по жизни это не дает никакого роста. Я такое окружение сменил на окружение людей, рядом с которыми хочется почему-то заниматься спортом, почему-то хочется поехать все вместе в какое-то путешествие, хочется начать какое-то новое дело или совместный проект или бизнес, хочется просто творить. И я понимаю, что с такими людьми я готов сворачивать горы и готов пойти хоть на край света. Поэтому третья вещь, которую нужно сделать, это просто проанализировать качество вашего окружения. Четвертое. Давайте еще раз вернемся к принципу «подобное притягивает подобное». Задайте себе вопрос, каким человеком вы должны стать, чтобы какой-либо успешный предприниматель, либо очень серьезный человек, либо знаменитость, либо еще кто-то захотел с вами общаться. Однажды я вел свои телепередачи, у меня был проект, телепроект «Сильные люди», куда приходили олимпийские чемпионы, депутаты, политики и так далее. И знаете, я до этого не был каким-то там успешным человеком, чтобы в моем окружении такие люди появились. Но я создал эту атмосферу вокруг себя, благодаря своим навыкам, благодаря телепередаче. Я просто захотел войти в это окружение. И со многими из них у меня завязались дружеские отношения. Но этого никогда бы не случилось, если бы я в свое время не принял решение получить какие-то новые навыки, или набраться смелости и создать свою авторскую телепередачу, а потом еще найти телеканал, который бы захотел это показывать. Это стоило огромных усилий и где-то полгода времени ожидания. Но это произошло. Я это говорю не к тому, чтобы как-то себя расхвалить. Я вам показываю наглядный пример, что вокруг меня появились такие люди, как заслуженные мастера спорта, люди, которые участвовали в Олимпийских играх, люди, которые являются чемпионами мира по боксу, такие как Роман Карбазин, Нина Абросова, она двукратная чемпионка мира по кикбоксингу, чемпионка Европы по французскому боксу. Эдвард Сингуринди, это легенда автогонок в России, в принципе, и много-много-много других личностей. И я понимаю, что каждый из вас реально может сформировать окружение из тех людей, которых он хочет. Вы можете общаться, не знаю, со звездами, с актерами, с бизнесменами, с политиками, со спортсменами, с творческими людьми, с музыкантами, с художниками. Не важно, там, знаменитые они или незнаменитые, но главное, что это люди вдохновленные, и они чего-то достигли на уровне самих себя. Они действительно в мир несут какую-то пользу. И когда вы находитесь и общаетесь с такими людьми, вы не заметите, как в считанные недели и месяцы вы поменяетесь. У вас появятся новые друзья, у вас появятся новые возможности, у вас появятся новые интересы, а самое главное, навыки, потому что общение с такими людьми, оно по-любому чему-то учит всегда. Поэтому, друзья, давайте не будем стремиться к лозунгам, дам, вот, прочитал какую-то цитату мотивационную ВКонтакте, или посмотрел ролик мотивационный, и все, вдруг поменялся. А посмотрю еще один ролик, а посмотрю еще один ролик ВКонтакте. Круто как! Ушло уже 2-3 часа или целый день на эти социальные сети, вы посмотрели много вдохновляющих видео, а вечером кто-то идет, пьет пиво, ругается матом, рождается сплетни и так далее. Тогда роста, друзья, никогда не будет. Поэтому обратите внимание на этот пункт. И еще я бы хотел вам дать одно задание, прямо сейчас, сделать одно небольшое упражнение, оно очень простое. Возьмите, пожалуйста, листок бумаги. На этом листке бумаги напишите, пожалуйста, 10 человек, с которыми вы общаетесь чаще всего. Ежедневно или через день, если у вас маленький круг общения, возможно, даже раз в неделю. Но чтобы эти 10 человек, это были те, с кем вы чаще всего общаетесь. Напротив каждой личности, пожалуйста, поставьте среднемесячный доход. Сколько этот человек зарабатывает? Поставьте просто цифру. Далее, все эти цифры суммируйте. Суммируйте сумму всех их месячных доходов, каждого из 10 человек. И разделите на 10. И получится, скорее всего, ваш средний доход. И вы видите простую закономерность, где вы сейчас находитесь. И я думаю, вы уже нашли ответ, как прийти к тому окружению, которого вы хотите. Будь то окружение сильных и успешных мужчин. Будь то окружение, в принципе, интересных людей. Неважно. Все зависит от вашей цели и убеждений. Но об этом мы уже тоже поговорили. Поэтому, друзья, если вам понравилось это видео, ставьте «мне нравится». Обязательно оставляйте ваши комментарии, оставляйте ваше мнение. Нам действительно узнать, очень важно узнать, что вы думаете на эту тему. Ну, я с вами прощаюсь. И до встречи в следующих видео. С вами был Павел Багряцев, автор проекта «Канал современного мужчины». Всем пока!